Всем привет! Сегодня вкратце расскажу о сборочке Ubuntu 16.04 с рабочим столом Цинамон. Значит, ну здесь были определенные тоже трудности, но тем не менее, значит, практически все программы, которые я использую, мне удалось поставить. Есть и FS Archiver 5, значит, и SystemBug, и все работает, и создает все нормально с менюшкой на русском языке. Ну, получилась хорошая нормальная сборка, единственное, значит, что хочу сказать, вот дата получается, значит, на английском языке, вроде бы как системный язык, что ли, она принимает английский, или еще что-то, до конца я так и не разобрался. Иногда бывает вот с погодой вот такие вот вещи, но обычно она через 15 минут все-таки автоматически меняется, потому что мы в сети, ничего такого нет. Сейчас попробуем, посмотрим, вот, изменить фон рабочего стола, посмотрим, может, какой-нибудь более темненький подберем, на котором лучше будет видна системная информация. Так, ну-ка, что здесь? Ну, вот здесь хорошо видна системная информация. Видите, практически менюшка, значит, у коночек на русском языке, а вот дата выдает так. Ядро поменяет. Ну, это ради бога, как говорится, с бунтой я тут особенно дергаться не буду, пароль у меня тут, по-моему, было единичку я делал. Да. Пускай себе меняет ядро. Значит, имя пользователя здесь юзер, пароль единичка. Когда все под себя поднастроите, часть программ, которые вам не нужны, уберете, которые нужно, добавите. Потом сделайте пароль, как говорится, какой угодно длины. Все по тому же принципу, который я и в предыдущих уроках рассказывал. Значит, нужно будет пойти вот сюда, в пользователей группы, завести, значит, торопчик единичку. И вот здесь вот уже, сейчас, когда все это дело установится, нажмете на пароль, ну, тогда уже, значит, не менее, там, восьми, там, цифра или букв. Будете делать меньше, она вам его изменять не будет, насколько я понял. Вот, а так, от восьми и выше, значит, делаете пароль, и тогда будет вам, как говорится, счастье. Значит, в обычном Linux Mint Sonamone, там, значит, есть такая штука, которая называется языки. Так вот, здесь, видите, нет такого языки. Вот. И там я мог спокойно, как говорится, системный язык менять. Пробовал, значит, я это дело сделать вот так вот. Набирал, значит, здесь словечко Lang. Вот, язык системы, все-таки, видите, вылез. Но, ну, допустим, вот, хотел я сделать английский язык, вот, допустим, выделить и применить для всей системы. И у меня ничего не получилось. Наоборот, региональный формат я хотел оставить английский. Ну, значит, ну, вот, очевидно, она взяла региональный формат и еще и дату взяла и поменяла. Скорее всего, может быть так. Ну, в принципе, если, значит, вы, вот здесь поменяете региональный формат и на русский, вот, Российская Федерация, то тогда, скорее всего, у вас будет уже... Сейчас я нажму применить для всей системы. Ну, скорее всего, при перезагрузке рабочего стола, значит, скорее всего, уже будут здесь, скажем так, русская дата. Вот таким вот образом. Ну, это можно легко проверить, нажав комбинацию клавиш Ctrl, Alt и клавишу Esc. Происходит перезагрузка рабочего стола. Ну, ничего подобного, значит, не захотел... Как говорится, не захотел, а дата меняться. Ну, смотрите сами. Ну, в основном, в принципе, работало все это дело нормально. И коробочка работала нормально, и образы грузила нормально. Ну, нормально все, короче, было. Вот, видите? То есть, тут я ничего такого плохого сказать не могу. Вот грузится Ubuntu 16.04. Значит, под видеороликом будет дана ссылочка. И тем, кто желает попробовать Ubuntu Цинамо, Ubuntu с рабочим столом Цинамо, Ради бога, значит, смогут скачать это дело, скажем так, в ознакомительных целях, и ознакомиться. Стоит обычный мой набор программ. Стоит Variety, стоит Kunkie Manager. Программа для записи с экрана уже настроенная. Ну, вот видите, образ, который я создавал программы SystemBug с менюшкой на русском языке, вот он здесь, как говорится, нормально, значит, это самое, загружается. То есть, так, нормально, ну, вот только посмотрите насчет языков. Может быть, после перезагрузки, я этого дела, кстати, проверю. Значит, вот сейчас она попросится перезагрузиться. Давайте я сейчас запись прерву, перезагружусь, посмотрим, может быть, и здесь системный язык поменяется. Ну, вот видите, поменялся, как говорится, полностью язык. Все стало на русском языке. Так что, вот здесь вот есть значочек языки, я его специально сюда вывел. Поменяете, значит, в региональных форматах отображать числа, даты, там, валют и так далее, значит, в российском формате. Вот практически и все. А так, значит, поддерживают языки нормально. Это английский, английский, русский, русский. Значит, еще раз повторяю, переключение расклада клавиатуры происходит при помощи клавиши АЛЬ-ШИФТ, так же, как и в ВИНДЕ. Но запомните, что, если вы пишете электронное письмо, и вам нужно написать знак собачки, то в английской клавиатуре делается такая вещь. ШИФТ и русская буква Э. Вот таким вот образом получаете знак собачки. Для кого это непривычно, пожалуйста, можете, значит, зайти вот сюда, в настройки клавиатуры, зайти в раскладки, добавить американскую, и тогда у вас будет знак собачки в американской раскладке, будет по ШИФТ 2, как многим привычно. Смотрите сами. Это дело, как говорится, уже такое. Вот частенько бывает, что погода не показывает. Значит, ну, обычно, значит, мне всегда помогала вот такая вот процедура. Значит, я брал вот так вот, вырезал это дело, причем вот тут смена каждые 10 минут, да, закрывал. Затем снова открывал настройки, вставлял вот сюда это дело, и у меня, значит, температура, как говорится, показывалась. Но тут, видите, сами, ну, может быть, сеть медленная. Вот. Не всегда все бывает. А так, практически что? Ну, два броузера, стандартные, как два глаза у человека, заболел один, по крайней мере, другим можно будет посмотреть. Программа, значит, для того, чтобы делать скриншоты с экрана. Вот так взяли, выбрать область захвата, сделать снимок экрана. Вот, допустим, выделили какую-то область. куда, в изображение? Ну, в изображение. Пошли в домашнюю папочку, изображение. Вот снимочек с экрана, который мы сделали. Очень удобная, хорошая такая вот опция. Многим, частенько, по ходу дела, она бывает нужна. Ну, вот, после смены ядра, не знаю, как поведет себя виртуальная коробочка, потому что виртуальная коробочка на смену ядра реагирует очень шибко. Видите? Вот на смену ядра сразу получается кракозябры. Вот и весь сказ. И начнется потом длительная, как говорится, история. Там по установке, там переустановки. Хотя вот, если посмотреть, так, где у меня тут было? Обычно вот здесь было проверить обновление. Нет. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим программу. Ну, стоит версия 5.0.24, по-моему, одна из самых последних. Вот, такие вот вещи, как видите, случаются. Ну, а для меня, допустим, все-таки важно, чтобы виртуальная коробочка работала. И поэтому для меня, допустим, иметь самую последнюю версию ядра и иметь неработающую, как говорится, систему, но это уже, скажем так, не есть хорошо. Поэтому, значит, я веду SystemBug, потому что никакие другие ухищрения здесь не помогают. и вот я делал копию, значит, перед тем, как делать там всякие там обновления, и восстановлюсь обратно. Значит, вот восстановление системы, автоматическое определение, полное восстановление, дальше, и, как говорится, вперед из песни, потому что, еще раз вам говорю, что не гоняйтесь никогда за самые последние версии там, Ubuntu или Conomono там 16.10, там, или последние версии ядра, вот как сейчас, 4.9. Всегда проверяйте. Настроили, сделали SystemBug копию, и еще лучше сделать копию на внешнем жестком диске, и потом, как говорится, уже экспериментируйте, экспериментируйте, сколько вам будет в душе угодно. То, что, как видите, вот виртуальная коробочка я вам показал, не работает, но тут уже, как говорится, и говорить не о чем. Поэтому, сейчас мы единственное, что сделаем, восстановим всю систему, ну, видите, восстановление идет довольно-таки быстро, затем перезагрузимся, и снова я вам покажу виртуальную коробочку, проверим, это у меня, как бы, как оселок, скажем так, на котором я проверяю все эти новые, там, Минты 18, там, новые версии, Бунту, а также, значит, вот новые, как говорится, ядра. Это, я говорю, применительно в моей системе. У меня, значит, еще был один косяк в Минте, но, по-моему, он и здесь сохраняется. Это, значит, когда я вот так вот делал слайд-шоу, то у меня по экрану, значит, шла дерготня. Может быть, и сейчас все это дело будет записано с дерготней. Я тут не могу точно сказать, но это особенность, допустим, на Убунту 1404 этого нет. Значит, ну что, я сейчас перезагружу компьютер и посмотрим. итак, я перезагрузился и, значит, ну, первым делом проверим, как у нас работает коробочка виртуальная, из-за чего, как говорится, был весь сыр-бор. Ну, сейчас я заведу данные и проверим. Итак, проверяем. Ну, менюшка появилась, значит, скорее всего и загрузится образ. То есть, вот понимаете, такая вот, казалось бы, мелочевка, смена ядра, а на разных компьютерах бывает все по-разному. Поэтому я всегда рекомендую вот в качестве лакмусовой бумажки всегда проверять вот такую штучку. почему? Потому что, ну, сами видите, если у вас, допустим, коробочка не работает, а какой смысл тогда в новом ядре? Никакого я смысла в этом деле не вижу. Сейчас я, ну вот, тут все это дело грузится, и это дело я, значит, закрываю, включаю машину, фон я хочу подобрать опять какой-нибудь такой темненький, чтобы на нем была видна системная информация. Вот, видите, вернулись к старому ядрышку, на котором все работало. Так что, вот таким вот образом. Ну, а, значит, мне многие пользователи сообщали, что вот у них, когда они включают, значит, вот эту вот программку слайд-шоу, у них никакого мельтешения нет. Поэтому я здесь скорее всего грешу на свое железо, может быть, у меня, значит, не совсем удачное железо для этой программы. А так все остальное в принципе работает нормально. И загрузчики, и настройщики меню работает, и, ну, все остальное все работает. Вот, пылесосик работает тоже нормально. Пошли, взяли, нажали на очистку, нажали тут на кэшик, очистить, линейку завели, он вам все это дело там почистит. Вот таким вот образом. Ну, ладно, желаю, значит, вам всего доброго, провести, значит, приятное время с этой сборочкой, в принципе, сборочка неплохая, особенно для любителей Ubuntu. Значит, ради Бога, значит, пользуйтесь на здоровье, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok